Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас обзор на пиццу Пепперони от бренда Сибирская коллекция, замороженную. Вообще, бренд Сибирская коллекция мне нравится, очень вкусно у них пельмени и вареники. Давно часто беру. Один раз взял попробовать пиццу, в принципе, она мне понравилась. Обзор на канале есть, ну и продолжил дегустацию. Увидел по скидочке. Итак, давайте разбираться. Упаковочка хорошая, приятно все выглядит, красивая пицца, приятная. Шрифт. Значит, масса в 365 грамм, небольшая, стоит она 629 рублей без скидки. Я взял ее за 4,99 рублей по скидке. То есть, довольно дороговато. Написано, что Пепперони с пеканой колбаской чаризо. Готовить 200, при температуре 200 градусов в духовке 9 кинц минут. Итак, давайте разбираться, что у нас в составе. Состав у нас довольно большой. Состав у нас будет следующий. Мучная смесь для римской пиццы, мука пшеничная, высшего сорта, закваска пшеничная, сухая, глютен, пшеничная, дрожжи, хлебокаян, сухие, антиоксидез, корбинная кислота, манная крупа, масло подсолнечное, соль, сахар, дрожжи, хлебокаян, сухие, эмульгатор, антиоксидез, аскорбиновая кислота. Томатный у нас соус и начинка, стоящая из мясной колбаски чаризо, из свинины, гуриный грудь, красительного белка, соли, сыр чеддер красный, ну, в общем-то, и все. На 100 грамм продукта у нас 11 граммов белков, 9 грамм жиров, 24,5 граммов углеводов и 225,7 килокалорий. То есть, в принципе, не сильно калорийная. Изготавливается у нас в этом оперативе Московской области город Лосино-Петровский. Ну что, давайте посмотрим, как она выглядит. Ребята, ну вот так вот она выглядит, в общем-то, неплохо, много сыра, много колбасок и видно томатный соус. Ну что, ребята, пицца готова. Вот так она выглядит, небольшая. Ну, очень неплохо, аромат приятный. Видно, много сыра тянется, тесто тоже будет аппетитно. Давайте дегустировать, погнали. Хороший аромат томатный соус. Много сыра, чувствуется. Тесто на троечку, вот по мне. Но идет у нас по пароне акцент на колбасу. Что касается колбасы, не очень ароматная. То есть, аромат тоже балла на три. Не сказать, что она прям безвкусная, но... Это фишки в папероне, плюс там еще написано чоризо. Написано спеканная колбаска чоризо она, да? Не сильно острая такая, то есть, не сильно ароматная. Честно, ожидал лучшего. Тесто, ну, три-четыре балла. Колбаска на троечку, сыр на четверочку. Один из чего могу выделить, это вкусный томатный соус. Соус действительно ароматный и приятный. Тесто, кстати, такое толстенькое, блин, не мая. Однозначно могу сказать, денег своих не стоит. Особенно в полный прайс. Он там 629 рублей, я говорю, 630. В принципе, даже 500 рублей, на мой взгляд, не стоит. Опять же, если сравнивать с конкурентным, тем же Зотмана. За те же деньги Зотман, ну, на голову выше точно. Пицца съедобная, неплохая. Даже не могу сказать, что она вкусная. Ну, в принципе, да. Но далеко не вау, не скажешь, что прям очень вкусно. Нормальная съедобная пицца. На троечку. Но если учитывать ее цену, то... Второй раз я ее точно не возьму, даже по скидке за 500 рублей. Ну, ребята, практически доел и готов поставить оценку. Я поставлю этой пицце 2 балла из 5. Это максимум, учитывая цену. Скажем так, на мой взгляд, 300 рублей для нее цена потолок. Потому что если сравнивать более дешевую пиццу, например, Латратория, она стоит по скидке там 200-250, без скидки 300-350. Она ничуть не хуже и не лучше. То есть, на таком же уровне. Однако, ценник у нее на уровне Зотмана и тому подобное. Довольно посредственно колбаска. Не сильно ароматная, но нормальная. Сыр нормальный. Вкусно матный соус. И, ну, неплохое нормальное тесто. Но за такие деньги, там, 600 с лишним рублей и по скидке 500 она не стоит однозначно. Поэтому я крайне не рекомендую ее брать. Если хотите именно за морозочку, лучше брать Зотман. Если жалка денег, можно взять Латратория. Эта пицца получает 2 балла из 5. Не советую. Есть можно. Съедобная, неплохая. Но вауэффекта за свои деньги нет. Поэтому 2 балла из 5. Не рекомендую. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok